Здравствуйте, добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Наша недельная глава Хайей Сара, Жизнь Сары. Недельная глава начинается, и была Жизнь Сары, 100 лет, 20 лет, 7 лет, и умерла Сара. То есть, ирония судьбы, что недельная глава, которая называется Жизнь Сары, начинается, собственно говоря, с ее смерти, ее похороны. Интересно, что недельная глава, как бы, начинается у нас с похороны Миссары, и в этой недельной главе умирает Аврам. То есть, мы переходим, если предыдущие главы, главным действующим лицом был Аврам, то мы плавно переходим к новой эпохе, эпохе Ицхака, и следующей главой будет уже Яков. То, перед тем, как мы пойдем дальше, хотелось бы напомнить, что у Аврама было 10 испытаний. Это Мишна Перкеевод говорит, что Всевышний испытывал Аврама 10 раз, и все 10 испытаний Аврам успешно сдал и прошел. Большинство комментариев, то есть, Перкеевод не говорит список этих испытаний. Перкеевод просто написано, что их было 10. Большинство комментариев говорят, что последний из них, это был Акейдат Ицхак, когда Аврам должен был принести в жертву своего любимого сына. И на этом, собственно говоря, закончилась наша предыдущая глава. Но Робейн Иоин, один из классических комментаторов, говорит, что 10-м было испытание, это начало нашей недельной главы, это смерть и похороны Сар. То есть, по его мнению, 9-м испытанием было Акейдат Ицхак, и 10-м это смерть Сар. И очень интересно, по идее, эти испытания должны идти по нарастающей, даже если вы хотите сказать, что они не должны обязательно идти по нарастающей. Но интересно, что Всевышний уже после того, как Аврам прошел испытание с Ицхаком, что он готов был отдать его в жертвоприношение, в Торе написано, что теперь Бог сказал, и теперь я знаю, что ты богобоязненный. И все равно наша недельная глава, еще одно испытание. В чем же заключено испытание, вот эта смерть Сары, конечно, это большое горе и несчастье, но все-таки что в днем мы можем выучить, что не было в предыдущих главах? Так, очень интересно, один из комментаторов объясняет. Итак, если вы посмотрите в Раши, в Раши задают вопрос, почему наша недельная глава идет сразу после «Акет Ицхак», в Раши приводит Медреш, что как умерла Сара, к ней пришли и сказали, «Ой, Сара, ты не знаешь, что произошло». Аврам чуть было не зарезал твоего сына Ицхака. Теперь есть разные мнения, что именно ей сказали. Некоторые говорят, что ей сказали, что он чуть бы не зарезал. Некоторые сказали, ей начали уже говорить, что вот он готов был его зарезать. В любом случае, она когда это услышала, она скоропостижно скончалась. То есть у нее был по всему виду инфаркт, и она скоропостижно скончалась от этой страшной новости. Кстати, отсюда учат, что когда мы какие-либо вести, даже в данном случае, на самом деле, не такие страшные вести бы, что бы мы ни говорили другим, надо это делать с умом. И, между прочим, в комментариях это приводят знаменитая шутка, когда, неправосказанно, скончался товарищ Абрамович, и надо было оповестить его жене, рассказать об этом. Кто-то сказал, ну я скажу, и не переживать, я знаю, как это делать. Вот он, стук в дверь, открывается жена. Он говорит, здравствуйте, здесь живет вдова Абрамовича. Она говорит, ну я Абрамович, но я не вдова. Вы хотите поспорить? То есть разные виды, когда можно, знаете, намекнуть, сказать. Наши недельные говорят, эти комментарии говорят, что чтобы не надо было, чтобы мы только радости всем рассказывали. Но надо это делать с умом. И получается, что Сара умирает из-за Акэйрис Исха. Так у Абрама в испытании было вот в чем, что да, он прошел прошлое испытание, да, он был готов принести Исхака в жертву, да, ему сказали, ему Всевышний сказал, что теперь я знаю, что ты богобоязненный, теперь я знаю, что ты молодец. И после всего этого умирает Сара. И тут у него могло возникнуть сожаление, зачем, кому это надо было, вот что из этого получилось. И если бы это произошло, он бы испортил то, что он уже достиг. Очень часто может произойти, когда уже человек что-то сделал хорошее. Человек уже сделал какую-то миссию. Человек сделал что-то хорошее, кому-то помог. Но если он потом это сожалеет, о том, что он сделал, он может вычеркнуть и стереть это. Точно так же мы знаем, есть чува. У нас не так давно было, буквально чуть больше месяца назад, был Рашашана, Йо-Кипур. Идея была, что мы должны были раскаиваться о наших грехах, мы должны были переживать. И таким образом, как чува работает, если вы сожалеете о ваших нехороших деяниях, Всевышний их вам прощает. Так может быть, как бы анти-чува, если человек, не дай Бог, он сожалеет о своих хороших делах, так Всевышний тоже их может стереть. То есть человек может потерять то, что у него уже есть. И Хас-Вэшалом, Авраам мог бы потерять, то есть десятое испытание было продолжение девятое. Мы в Марьеве, в молитве Арави, мы говорим, чтобы Бог у нас отодвинул от нас сатана, сатан, перед нами и за нами. Мы лафанейну, мы охрейну. Так что перед нами, за нами. Потому что за нами тоже. После того, как мы уже что-то прошли, все равно за нами может быть сатана. То есть наши дурные побуждения идти. И даже когда мы уже что-то хорошее сделали, нам придут иногда желания, а зачем оно кому-то надо было? В реальной жизни, практически как это может быть, мы кому-то помогли. У вас такое может случиться, вы кому-то помогли, то, что называется, сделали митцу. Или вы ему отложили деньги, или ему помогли материально, морально. Хорошо, замечательно. Потом оказывается, он вам ни спасибо не сказал, ни хоть бы что-то, иногда вообще непонятно, или нужно было ему помогать. И тут у вас возникает желание, кому это надо было. Вы только что можете потерять, хасвэ шалом, вашу митцу. Ведь митцва, если вы слушали, мы об этом говорили на прошлой неделе, не зависит, сколько вы достигли, а сколько вы хотели. В прошлом неделе мы с вами обсуждали, что Авраам, когда он кормил ангела, ему засчиталось, так как будто он кормил гостей, хоть ангелам это не надо было. То есть если вы даже помогли кому-то, и потом оказалось, что ему не нужна была помощь, вы все равно получили митцу. Знаменитая, рассказывает интересную историю про сатмского роба. Сатмский роб, у него было очень много, приконили к нему всякие люди с проблемами, с материальными нуждами, и он давал много дздоки. И один раз к нему пришел человек и сказал, ой, ребе, у меня очень больна жена, так страшно, так все плохо, мне нужны деньги для лечения. И сатмский ребе дал ему очень хорошую сумму для лечения жены. После того, как этот человек ушел, к нему прибежал один из его хасидов, и сказал, ребе, ребе, тут вот этот у вас был, да, да, ой, ой, что же вы сделали, у него никакой жены, никто не там не болен, он обманщик, он все это выдумал. Как ребе прореагировал? Ой, поруха шем! Значит, у нас все в порядке, значит, она, значит, здоровая. Слава Богу! То есть, нормальный человек, стандартный человек, елки-палки, все сколько денег угробили, да? Сатмский ребе была реакция, я деньги дал, не потому, что я сделал свою митцу, теперь, слава Богу, что женщина здорова. Митцва, она засчитывается. Конечно, надо делать, помогать людям, не просто так, надо людям тем помогать, которым эта помощь нужна, и не просто так выбрасывать деньги на вздок, у нас, куда вы отдаёте, но если вы серьёзно хотели кому-то помочь, вы действительно пытались кому-то помочь, вам это засчитывается как заслуга. Но если вы потом сожалеете, вы потом это говорите, ой, кому это надо было, вы, не дай Бог, можете потерять то, что оно у вас уже, собственно говоря, есть. Здесь очень интересная история, которая случилась с простым евреем. Очень интересно, потому что еврей, с которым у нас случилось, это произошло несколько, десятков лет назад, его звали Рувен Теллим, он уже не жив, но он жил в Манте, то есть он никаких постов не имел, просто был хороший еврей, то, что называется. И он не был особо богатым человеком, но что он помогал, одно из видов, как он помогал другим, когда если кому-то надо было взять суду в ГМАКе, еврейская организация, которая дает беспроцентную суду, но они просто так не могут дать, они, значит, надо какой-то гарант, обычно там просят несколько гарантов, и он всегда людям готов был подписать, быть гарантом на то, что люди должны, то есть сам у него не было лишних денег, но когда подписать гарантом, это всегда он был согласен, приводится, действительно, в Шухонорхе, приводится, что это большая митцва, то есть вы делаете хасет, вы помогаете кому-то получить суду или в банке, или в ГМАКе, то есть действительно большая митцва, и он очень часто помогал своим знакомым, и в один прекрасный день, к сожалению, ему пришел заплатить деньги, то есть он подписал кому-то гарантию, что он будет гарантом на эти деньги, человек одолжил деньги благополучно, и благополучно их не вернул, я не знаю подробности, как, почему, специально, не специально, и этому Рубану Тель ему пришлось выплатить там серьезные деньги, у него, значит, надо было одалживать, то есть это было очень, очень болезненно, через некоторое время, через короткое время, к нему пришел один знакомый, попросить, или он может подписать ему гарантию, и Рубану Тель с удовольствием, да, конечно, я иду подписывать, и вот жена говорит, Рубан, тебе же уже, тебе уже показали, тебя же уже, ну, что ж ты еще раз это делаешь, и этот Рубану Тель сказал очень интересную идею, он сказал, представьте себе, он сказал своей жене, у человека магазин, например, лавка, если он что-то продает, продает, продает товар, был день, никто к нему в лавку не пришел, ничего не купил, целый день прошел, он ничего не продал, так что он все закрывает, лавку закрывает, он закрывает магазин, нет, сегодня был не товарный день, завтра даст Бог даст, это не причина закрывать магазин, так вот, он сказал своей жене, у меня лавка, я делаю митцу, да, у меня был не товарный день, сегодня, к сожалению, то есть на днях, вот это что получилось, да, мне пришлось заплатить деньги, так что я буду закрывать свой магазин, следующий раз будет все хорошо, такая интересная история, я слышал, что история от его сына, но интересно, если теперь внимательно продумать эту историю, основная митца, когда человек подписывает гарантию, если человек 100% знает, что ему никогда не надо будет ничего платить, так где же ваше митца, просто расписываться, я тоже все умею расписываться, да, идея такая, что вы рискуете, вы помогаете кому-то, вы понимаете, что может быть вам придется, и все равно вы рискуете, поэтому, если бы Робой Тылы, вот этот Робрубин Тылы, сказал, о, все, вот это была ошибка, получается, он возможно даже бы потерял все заслуги, которые у него раньше были, значит, он бы показал, что он только это делает, когда не надо, ну, просто подписываться, но если какой-то риск, значит, все, значит, он сожалеет, поскольку он сказал, нет, наоборот, если так произошло, так произошло, я буду дальше, таким образом, он не потерял то, что у него было, и даст Бог, то есть, Бог ему дал другие возможности делать митца, то есть, в жизни каждого человека это может быть такие ситуации, и надо иметь это в виду, что никогда не сожалеть, если вы что-то хорошее сделали, никогда не сожалеть, да, когда надо сожалеть, если вы что-то сделали неправильное, если вы действительно допустили какую-то ошибку, в которой вы должны были быть более аккуратны, иногда бывает, что это не от вас зависело, тогда тоже ничего сожалеть, но иногда, если люди согрешили, или люди действительно по своей глупости что-то сделали, надо было больше проверить, надо было больше узнать, и потом действительно, да, так и можно сожалеть, но если человек сделал все, что в его силах, потом что-то не получилось, то зачем сожалеть, интересно, один раввин сказал, что был обычай, что после того, как человек, не про нас будет сказано, сидел в шиву, потом пили лхай, пили лхай, пили, брали там коньяк, или серьезный напиток, и пили лхай. Так он своему хасиду сказал, знаешь, почему это делает, потому что, когда человек сидит семь дней, и приходят к нему люди, не про нас будет сказано, траур, и очень часто к нему приходят, о, вот если бы только вы вашему покойному папе сделали бы так-то, если бы только вашему покойному папе был бы другой врач, если бы в другое время он жил, если бы, то человек за семь дней может столько все плохого услышать, что если бы, если бы, так поэтому после семи дней он пьет или водку, или что-то такого из этой серии, и на водку говорят броху шаакольный обе дворой. Это знаменитая броха, самая распространенная броха, но она, когда делают лоха, им обычно говорят шаакольный. Так броха, который мы говорим на водку, она переводится шаакольный, что все было создано по слову Всевышнего. Так нашему печальному вот этому человеку, который просидел вот эти семь дней, ему намекают, шаакольный, потому что все было создано по слову Всевышнему, чтобы не сожалеть, чтобы не смотреть, вот может быть так, может быть так. Приводится в геморре, когда человек, когда человек приходит навестить кого-то скорбящего, нельзя говорить, ну, что можно делать, что поделаешь. Потому что геморре говорит, что значит, что поделаешь. Значит, вы хотите сказать, что если бы было ваших сил, вы бы сделали что-то другое, так это немножко как бы человек спорит с Богом. Поэтому, да, у нас есть право выбора. Человек не может сказать, что это все от Бога, все от Бога, это так получилось. У него есть право выбора, чтобы он не грешил. С другой стороны, все от Бога, как это работает, о этом уже говорили философы, еврейские философы много сотен лет. Каким-то образом оно работает, что с одной стороны Бог следит, чтобы все происходило так, как он хочет. С другой стороны, у каждого еврея есть свобода выбора, он может сделать, как он хочет. И его митцы считаются митцами. Но сожалеть, не дай Бог, а с Вишлом сожалеть, когда он сделал что-то хорошее, кому это надо было, наша недельная глава учит, чтобы ни в коем случае мы этого не делали. После этого хочется напомнить, что когда про Сару говорится, написано «И было жизни Сары 100 лет, 20 лет, 7 лет, годы жизни Сары». Повторяется два раза слово «жизнь». Уже Шлагина сказал, что он «годы жизни Сары». Почему повторяется два раза «жизнь Сары»? Приводится, что человек иногда может быть отжить свою жизнь, прожить свою жизнь или действительно жить свою жизнь. у Сары написано «годы жизни Сары». Интересно, что если вы посмотрите в Ехэскел, в рог Ехэскел, в 18 главе, там приводится очень интересная фраза. Если дословно перевести, то, что Всевышний говорит, «Ибо я не хочу смерти мертвого». «Ибо я не хочу смерти мертвого». Написано, что «кило эхпотс бемоис хамейс» «я не хочу смерти мертвого». Теперь, если вы посмотрите, я пользуюсь одним из переводов здесь, здесь, причем, правильно немножко исправили, они исправили, говорят, «я не хочу смерти умирающего». Как бы больше понятно, я не хочу смерти умирающего. Но если взять дословно, грамматически перевести, «мейс» обычно переводится как «уже он мертвый». Так как, понятно, фраза «Севышний не хочет умертвить умершего». Если он уже умерший, так он уже все по издушел. Так приводит, наши мудрецы приводят, что иногда человек может находиться в этом миру, существовать и совсем думать, что вот он же на самом деле уже умер. На самом деле, морально, духовно, его уже здесь нету. У него, возможно, есть какие-то грехи, неважно. То есть он отживает то, что просто ему почему-то Всевышний дает. И если он не раскается, не вернется, не возьмется за голову, так он просто отживет свои года. И потом будет в будущем мире мы ему не позавидуем. Поэтому написано в Ехе сказали, «я не хочу смерти мертвого, я хочу, чтобы он мертвый раскаялся, чтобы он не был мертвым». И очень важный человек, когда какая раскаялся на самом деле, если серьезно посмотреть, какая мертвая, живая, люди бросаются этими словами. Человек, когда у него есть процесс, рост, он растет, он морально, он духовно растет, он выходит на другие вершины. В любом возрасте это может быть. У Сары, кстати, подчеркивается, у Сары написано, «Ей не было 127», написано «100 лет». «20 лет». Семь лет. Наша мудрецы говорят, что ей было, когда ей было 100, у нее было как 20, когда 20, ей было как 7. Она всегда была молода, дух у нее был молод, и она всегда жила. То есть она прожила действительно все эти дни. тоже интересно написано, что подчеркивается, что все дни были одинаковые. Наша подчеркивает, что они все были одинаковые. На самом деле, ведь если взять биографию Сары, у нее первые годы жизни, первые, возьмем так, 90 лет жизни, у нее были очень непростые. Ее два раза брали в плен. У нее не было детей. У нее были проблемы с Агар. Она не думала, что у нее когда-то будут дети. Потом у нее появляется, все изменилось, у нее рождается СССР. Но тем не менее, наши муниципи говорят, что все 127 лет у нее были одинаково хорошие. Она всегда была жива. Как бы ей плохо, вроде бы, не казалось, она продолжала жизнь, она жила, она росла. И действительно, в конце лет, действительно, Бог действительно не дал 127 лет жизни. Интересно, в начале урока упомянули, что она как бы скорбостижно скончалась. На самом деле, тоже подчеркивается, она жила 127 лет, это года жизни Сары, то, сколько она должна была жить. Никто бы, чтобы не думал, что вот, если бы не этот несчастный случай, она бы на самом деле могла быть 180 лет жить. Она должна выложить 127. И есть очень простое доказательство, один из комментариев говорит, Раша приводит, что когда Аврам сделал пир, некоторые говорят, что это был пир, поскольку Ицхак обрезался, врязали Ицхака, и есть, которые говорят, что Ицхак, Сара перестала кормить Ицхака, Ицхаку было два годика, и сделай пир, как бы, после двух лет, как бы, Сара его кормила два годика, сделай пир. В любом случае, Ицхаку было восемь дней, или два годика, и Аврам сделал пир, он пригласил своих знакомых отметить, и написано, что, как бы, Сатана пришел к Всевышнему и сказал, что, вот, смотри, Аврам сделал такой пир и не привез ни одного жертвника, ни, хоть бы он жертвник построил, какую-то жертву принес, ничего. Всевышний сказал, я уверен, что если бы я Авраму сказал принести своего родного сына в жертву, он бы тоже это сделал, и если бы то, что произошло, вот это, Акель и Ицхак. Проблема в том, что Акель и Ицхак, наши комментарии говорят, Ицхаку было 37 лет. То есть, зачем было ждать 35 лет? Если Всевышний сказал, что, вот, я проверю, вот, я уверен, что Аврам 100% это сделал, надо было сразу это сделать. Вы хотите подождать, чтобы Ицхак был не двухлетний мальчик? Хорошо, давайте сделаем, чтобы было 13 лет. Зачем столько времени ждать? Это очень простое. Потому что Всевышний знал, что после Акель и Ицхак Сара должна умереть. Всевышний знал, что Сара должна жить 127 лет. Поэтому все продумано. Просто так, не ой, вот, если бы, если бы человек туда не пошел, если бы он туда не, если бы он не женился, если бы он там не работал, если бы он туда не поехал. Всевышний следит за этим. Я не буду говорить слово контролировать, потому что, чтобы не было противоречия с нашим правилом, право выбора. Но если вы делаете то, что ваших сил, то, что вы узнали, попробовали, потом дайте Всевышему делать то, что он делает. Никогда не надо сожалеть. Вот, Сара прожила 127 лет, я 127 лет, именно прожила она их, не отжила, именно те годы, которые ей были суждены отжить. После этого мы пропустим сами похороны, покупка Мораса Махпел, это очень интересные моменты, но мы пойдем, я хочу пойти на момент, когда Авранга посылает своего раба Елизера искать жену своему сыну Исхаку. И очень интересный момент, когда Елизер пришел в Харам, он пошел к холотцу, и он молится, приводится, что он привязал этих сам, привязал верблюдов, и он молится, он попросил, Елизер молится, говорит, Всевышний сделал милость моему хозяину Авраму, и помоги мне найти сужденную. И действительно повезло. Очень интересный Исхак, но я понимаю, что такое был Исхак? Исхак, это был самый хороший парень, как говорится, на рынке. Ликто называют, рынок парней, девушек, кто женится, кто замуж выходит. Исхак, он был самый большой цадик, самый хороший, самый-самый-самый. Кроме этого, Аврам написал официальную бумагу, что все свои деньги он дает Исхаку. Потом написано, что он просто отдельно что-то дал другим своим сыновьям, но на самом деле все свое имущество, Аврам был очень богатым, несколько раз подчеркивается, что он был очень богатым. И Аврам официальную бумагу для Исхаку. То есть Исхак был самым-самым святым, самым-самым хорошим и самым-самым богатым. Такому парню что переживать, как он может самую хорошую девушку найти? Что переживать? Более того, Аврам сказал Алиезару. Алиезару, не переживай, Бог пошлет ангелов, чтобы тебе помочь. И едет Алиезар. Кому он ищет? Он ищет жену Исхаку, сыну Аврама. Исхак самый хороший парень, самый богатый. Авраму пообещал, что будут ангелы. Алиезарь молится. Даже когда человек чувствует, что все уже все сделано, что все готово. What could go wrong? Что может уже быть плохого? Ну все уже, все уже дело в кармане. Все равно надо не забыть помолиться, попросить Всевышний, чтобы действительно все было хорошо. Сколько раз бывает истории, когда в последний момент, сколько бывает истории, что думали, что так получилось по-другому. Алиезарь все равно молится, и мы должны учиться никогда не забыть. Это очень важно. Что бы мы ни делали, когда нам не казалось, что мы сами, надо всегда помолиться, попросить Всевышнего, чтобы была сьята Дешамая помощь с небес. И более того, как он молится, Алиезарь говорит, сделай милость ради моего господина Авраама, милость, милость, это что значит милость. Милость дает людям, которые ничего не заслуживают. Слово хэсэд, если человек заслуживает, это называется хэсэд. Милость подают, когда бедняк приходит, ему дают милость. Когда мы просим, тоже надо знать, не приходить к Всевышнему и говорить, так, Всевышний, у меня вот такие заслуги, вот у меня такие ордена, такие медали, я такой цадий, я уже сколько лет религиозный, сколько я соблюдаю, сколько всего. Поэтому, слушай, всегда Всевышний, мне надо вот это, 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 и чем раньше, тем лучше. Конечно, никто так, в реальной жизни, конечно, никто так не молится, но, если перевести на наш язык, он часто приходит так, «Ашем, пожалуйста, вот я такой-сякой, хороший, я уже заслужил, никогда не надо это говорить». Всевышний помнит ваши заслуги, не переживайте. Не рекомендуется, скажем так, приходить к Всевышнему со своими заслугами, со своими орденами и медалями. Лучше попросить хэсэд, милость, пусть Всевышний пожалеет меня и даст мне подарок. Во-первых, потому что вы тогда больше получите, во-вторых, вы не будете тратить свои заслуги, а трекий человек всегда понимает, что если Всевышнему прийти и сказать, что Всевышний, вот я же такой цадрик, так вы, что получится, Всевышний возьмет, ну, образно, конечно, все ваши заслуги, конечно, хорошо, очень много, но потом Всевышний может взять, сколько вам дали, слава богу, все года счастливой, здоровой жизни, сколько у вас всего хорошего, сколько всего вам дали, и давайте сделаем баланс, сколько вам дали, сколько вы должны, какие вы делали, как вы, где вы, что вы, и никто не знает, что, конечно, в итоге получится, поэтому, когда Элиэзер молился, хоть он и молился Авраам, Элиэзер знал, кто такой Авраам, Элиэзер отдавал себе отчет, но он молился, хэсэд, милость, когда мы молимся, никогда не надо упоминать заслуги, всегда просить надо, пожалуйста, и приводится, что это неправильно даже, потому что человек, когда он очень настраивается, что вот, конечно, Всевышний, я такой, мы никогда не можем быть уверены, всегда надо просить милость, тоже интересно, почему Элиэзер пришел к колодцу, и разные обещания земного колодца, как-то, знаете, и искать, искать девушку, надо пойти, он же знает, куда идти, на самом деле, он знал, надо идти к родственникам Авраама, надо было узнать у соседей, приехать в город, узнать, где тут живут родственники Авраама, пойти постучаться, здравствуйте, шалом элехе, меня зовут Элиэзер, и у вас, случайно, тут девушка есть на выданию, я только пошел на колодец, так рассказываю, что интересную историю, история произошла с Равешел, интересно, Равешел, он не такой знаменитый Равин, он не написал больших книг, он жил, в начале 17 века, он, чем он знаменит, у него были великие ученики, его, из учеников, это шах, Сивси Коэн, это комментарий, написан, когда им был комментарий на большинство, большую часть Шелханоруха, это гениальный Равин, это был его ученик, сам Равешел, он написал маленькую там книжку, то есть он не был таким знаменитым Равином, но все знали, что он был великий, великий, как бы, великий человек еврейской истории, так можно сказать, так как про него рассказывают очень интересную историю, когда он был парнем, парнем, молодой парень, искал жену, и его сватили, очень хорошая девушка, из состоятельной семьи, папа, причем, папа был, если не ошибаюсь, с Равином, то есть, замечательно, даст Бог, у него будет теперь и материальная помощь, и даст Бог потом, если ее папа Равин, соответственно, и учиться, где будет, просто замечательно, и он приехал в город со своему будущему тестю, это было несколько дней перед свадьбой, и он сидел в синагоге, учился, окно было открыто, и он слышит, с соседнего дома, крик, кто-то, девушка какая-то орет, кричит, кто-то что-то не сделал, кто-то ее там обидел, кто-то что-то очень, очень неприятны, и к своему ужасу он понимает, что это вот девушка, которая кричит, и так далее, это его будущая жена, и вот понимаешь, что он очень не хочет жениться на этой девушке, потому что он увидел, кто она такая, услышал, я не знаю, он увидел, но он услышал, кто на самом деле такая, с другой стороны, что теперь делать, он не может прийти, сказать, вы знаете, я передумал, что же передумал, он не может сказать, ну как ты один передумал, ну, послушайте что она тут какие слова кричит и каким каким голосом она кричит тоже не хорошо что он сделал он это кстати очень опасный шаг логически даже возможно иногда нельзя это делать это он был великий человек поэтому это сделал он учился на коке да он пошел а в синагоге стояла копилка общественная копилка бросали деньги нужды синагоги там были разные копилки были синагоги он как так сделал что создалось причинаю что он хотел украсть эту копилку то есть он не взял он положил ее себе там под сюртук потом когда он выходил из синагоги он как бы споткнулся и вот она упала и все увидели что я хотела украсть копилку ну конечно все это увидели все начали качать а бор как не стыдно надо ли говорить что конечно сразу был расторгнут получение было расторгнуто и и это тесно не он окричал я что-то вообще не стоит на что это такое еще уехал в другой город слава богу в те времена газет не было еще и телефона дня в наше время сразу бы пишу к сатюбу написала все газеты вот религиозный парень из ешивы украсть хотела во все они такие от их торево чем все уже расписали все вы же понимаете не 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 стеснялись но в те времена газет не было поэтому наш эши просто покинул город и уехал подальше и счастливо женился и он стал великим ровешел который у него были великие чечнике он стал великим равен почему ты все истории рассказываю поэтому леза пошел к колодцу девушки и парни когда они официально приходят да здравствуйте здрасте ну конечно ой как хорошо это хорошо расскажите пожалуйста двор той ру пожалуйста как что что у вас на уме как все интересно вот когда они на как у колодца эти девушки и парни как они говорят какой они кто на какие у них слова и о чем они говорят вот так так лезвие пошел к колодцу посмотреть как там девушки кто туда приходит когда девушка приходит со своим скотом она не особо думает они думаешь части приходит потенциальный и и жених поэтому колодцы все девушки идут как положено так интересно некоторые наши поэтому леза пошел на колодцу посмотреть действительно ах она на самом деле на самом деле себя себя вела в реальной жизни в реальной жизни я не к цему говорю что надо искать у колодца я говорю что человек должен себя вести где бы мы ни находились надо себя вести как будто знамя следят знаете почему потому что знамя таки следят что все вышли знамя всегда следит поэтому всегда рассказывает историю про одного великого философа греческого один раз нечаянно ученик вошел в комнату и так вот этот философ кушал в этот момент и он кушал как рассказывал ну грубо говоря дни без 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 вилки без ножа то есть он там что-то там делал и ученик был в полном шоке там я философ здесь я простой человек что-то на меня вылупился все в порядке великие люди они великие не только когда знаете на каком-то приеме и когда ним общаются они возле колодца когда они у себя дома как они общаются со своими родными как они общаются со своими детьми как они общаются в синагоге и так далее они всегда велики это разница между простым человеком велики поэтому мы с вами мы должны стараться стать великими людьми да так человек должен следить за собой где бы с кем бы он не общался да бывает какая разница с кем сейчас этот балбес дурачок она не можно посмеяться но надо быть очень аккуратно с кем бы мы не общались как бы мы не говорили чувствуешь с нами всевышний следит следующий момент тоже очень очень интересный момент когда элиэзер встретил рифку подчеркивается кстати что он в рифке искал ее черты характера чтобы это самое чтобы действительно она была цедейки чтобы она была хорошая и это тариф как это должна будет строить собственно говоря еврейский народ и написано что элиэзер сразу ей дал как только он услышал как только он видишь что нам напоила верблюдо то есть ну интересно чтобы он не просил его напоить верблюдо надо не забывать что элиэзер он был рабом он был рабом причем он был потомком куша он был потомком хама и и кнана и сам будет таким здоровым большим рабом как если вы посмотрите картины в америке когда был еще рабский строй да и не только в америке вот эти вот эти те рабы такие здоровые большие да так это был элиэзер и он приезжает с десятью верблюдами идет это рифка которая по некоторым мнениям было три годика я дай попить хорошо она дала ему попить потом она ему говорит о давай твоих верблюдов тоже напоем и это рифка бегает к колодцу и приносит воду этим верблюдам а алиэзер здоровый алиэзер смотрит то есть надо понять если просто знаете когда просто читаешь недельную главу мы это же в прошлом году читали уже когда привык надо вдуматься что происходит на рифка она не думала о вот может он сама бы уже встать что такое после дороги наверно уставший ему надо помочь блюда голодные пить им надо когда лезер убили что рифка так себя ведет он сразу понял что это та девушка которая должна быть женой исхака и написано что он не сразу дал он не дал кольцо нос там в теме наносили кольца кольца в носу и он не отдал два браслета причем приводится что браслет очень интересно когда приводится такие браслеты написано что они были они были в личной в 10 единиц подчеркивается что он два дал ей два браслета не были там 10 этих самых весовых единиц и наши мудрецы говорят что он был настолько уверен что это она потом он потом и чтобы он спросил с какой-то семьи и действительно она сказал что да я из семьи на хора семьи бессуэля и не лезу понял что действительно бог ему помог он поклонился благодаря бог подчеркивается что надо вот эти два браслета и подчеркивается их их размер именно 10 хорошо приводит интересный момент что намек на 2 скрижа лизавета интересный номер это 2 скрижа лизавета и не было 10 заповедей так он не нам потому что ее потомки ее потомки принят скрижа лизавета и принят 10 заповедей поэтому он им ей дал два два браслета которые символизировали то есть как бы он его приглашает стать частью не просто часть а основала начало еврейского народа и у ее потомки принято эти две замечательные я нашел прекрасное объяснение он не дала на браслеты что такое браслеты так браслеты можно посмотреть на это браслет замечательно это там могут быть алмазы там могут быть разные драгоценные камни иногда это могут быть наручники когда полиция или милиция ловит какого-то хулигана бодита ему тоже на на запястье рук надевать браслеты да чтоб чтоб не надо было да и называют но были очень похожи и то и то браслеты так иногда на это можно смотреть как на ювелирные изделия как браслет иногда это наручники то же самое 10 заповедей то же самое все тора есть люди которые смотрят на тору даже люди которые соблюдают мы уже не говорим о люди которые к сожалению еще не соблюдают если которые смотрят на все эти законы так как наручники всевышний почему-то дал нам эти законы то нельзя это нельзя кушать там нельзя делать шабос нельзя как наручники нам все перекрыли закрыли и страдания относится с таким даже когда люди это соблюдают неправосказано наручники можно это смотреть как на драгоценные браслеты у нас есть мы должны гордиться что именно нам дал возможность всевышний это делать мы гордо даже да нам всевышний сказал не кушать это 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 потому что для нашей души это плохо нам всевышний дал субботу суббота написано чтобы суббота это подарок который дал нам всевышний написано что если другие кто-то не евреев хочется взять субботу ему это запрещено делать это подарок суббота это не день когда нельзя 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 по закрывали по запрещали тунец а потом еще мало того чтобы было запрещено так еще мудрецы запретили еще и еще наручники еще наручники да и сожалению к сожалению люди которые не понимают что такое суббота сожалению и И суббота это день, когда нельзя телефон включить, нельзя это, нельзя, нет, это. Опять-таки, это те люди, которые, слава богу, соблюдают, кто уже говорит, которые нет. А можно посмотреть, что суббота это подарок, это два браслета, и кашрут это законный запрет, который нам помогает. Суббота это нигде, когда нельзя, нельзя. Это когда можно и нужно отдохнуть, морально подрасти. Сколько хорошей литературы есть, можно в субботу, к сожалению. Ютуб смотреть в субботу нельзя, но есть много литературы. Можно во время субботней трапезы, и субботней трапезы вместо того, чтобы ужин и обед сделать, субботнюю трапезу можно превратить в трапезу, которую мы вырастим можем, морально, духовно. Написано, что в субботу нам бог дает еще одну душу. Это суббота, это запреты, какие были запреты, запреты женитьбы, запреты еды. Можно на это смотреть как наручники, которые нам запрещают, запрещают и мучатся. И жалко этих людей. Люди хорошие люди, которые хотят соблюдать, но когда они на это смотрят, как их споймали, не повезло, да? Но можно на это смотреть, как наоборот, мы гордимся. Мы не кушаем это, потому что мы лучше. Не знаю, что другие хуже. Но мы избранный народ, поэтому нам это нельзя. Нам избранный народ, поэтому это нельзя. Поэтому Ривке дали именно браслет, чтобы она знала, и чтобы мы ее потомки тоже об этом знали. Интересно, Ривка, такая обещается Дейкас. Приводится в Медаше, что вот Ривка, такая она хорошая, такая хорошая. Но интересно, когда Лезер шел на свою миссию искать миссис Ицхак, да? Он задал Аврааму интересный вопрос. Он сказал, что будет, если я таки пойду к твоим родственникам? Потому что Авраам категорически запретил из местных девушек кого-то брать. Хорошо, я приду к твоим родственникам, но вдруг она не захочет сюда ехать? Так может быть, я таки Ицхака отвезу туда? Слушай, нашли хорошую, найдем хорошую девушку, но вдруг она не поедет. Пусть парень едет туда. Есть, кстати, разные обычаи. Интересно, в разных местах и в разные времена еврейской истории были разные обычаи. Или парень едет жить там, где девушка живет. Во времена Гемора принято было, что девушка ехала там, где парень живет. В наше время, кстати, во многих кругах наоборот принято, что парень едет там и девушка живет. Это история про Решла, которую я вам рассказывал. То есть, в зависимости от обычаев. Так, Элиэзер говорит Абраму, смотри, если я найду действительно хорошую девушку, но она не захочет сюда приехать, так могу ли я взять Ицхака, отвезти туда? Абрам говорит, категорически нет. Если они не хотят, мы будем искать другой шедух. Может, прийти там у Ишмаэля, может, где-то в другой месте, но Ицхак пусть туда не едет. Так, Ремой Шепанчтен, вручает очень интересное внимание. Значит, мы сейчас говорим потенциально, опять, они не знали, кого они найдут. Но Абрам говорит, что даже если найдешь, кого бы ты не нашел. То есть, он найдет такую цадейки, такую хорошую девушку. У нее все есть. У нее внешне написано, что она была красивая. Она была молодая. Она была именно из той семьи, которая надо. У нее были все хорошие качества. Замечательно. Маленькая проблема. Парню надо ехать жить там. Ну, какая разница? Причем парень Ицхак. Мы не говорим, парень Ицхак, который, знаете, он готов свою жизнь. Жизнь была дать ради Бога. Что же с ним просто идет? Нет. Но Абрам говорит, если они не захотят, тогда она будет другую девушку искать. Кто же говорит, что в наше время очень часто у людей возникает вопрос. Это может быть вопрос, куда детей или внуков. В какую школу послать. Иногда, где мы жить будем. В каком районе? Даже в том же городе. Есть разные районы. Есть районы подешевле, есть районы подороже. Есть где-то... Ничего страшного. Хороший район, там самые хорошие дома. Дома подешевле. Но синагога дальше. Очень часто в еврейские районы, где много синагог, там дома стоят дороже. А те районы, где меньше синагог, где синагога надо дальше идти. Там дома дешевле. А если синагог, а есть районы, где вообще нет синагог, там может быть еще дешевле. Ты же во мне не верь. Тебе можешь дома молиться, правильно? То есть разные моменты. Так если Абрам, опять-таки это касалось его будущего сына, найти себе жену, и да самая-самая хорошая жена, но Абрам сказал, что ты должен, как должен жить в хорошей среде. Так кто же говорит, простые люди, мы с вами, когда возникают эти вопросы, где жить, причем не обязательно полностью жить. Иногда люди едут в какую-то командировку, люди едут отдыхать. Тоже бывает. На недельку поехали отдохнуть где-то. А, где вы там будете молиться? Ну, мы же едем отдыхать, ничего страшного. Если люди в школу, эти моменты надо иметь в виду, потому что среда, в которой человек находится, человек хочет или не хочет, она на него влияет. Точно так же, как приводится практически классический пример, когда человек заходит в магазин, где продают какие-то благоухания, благовония, он потом выйдет, даже если он ничего не купил, он будет хорошо пахнуть. Если человек зашел в магазин, где продают селедку, даже если он селедку не купил, он туда выйдет, от него будет нести селедку, да? Так человек то же самое. Когда мы выбираем места, где мы живем, где мы проводим службу, где мы работаем, какую работу выбирать, есть работа, которая более высокооплачиваемая, но с кем мы работать там должны, где, какие часы работают. Все эти вещи наши праотцы, все наши недельные главы, это Авраам, Ицлах, даст Бог, на следующей неделе появится Яков, наши праотцы нам выложили эту тропинку, этот путь, по которому мы должны идти. Они дали нам эти гены, нам дали силы, нам дали возможность, нам дали все эти знания, чтобы мы действительно продолжали. Двух слова хочется повторить. Мы начали наш сегодняшний урок с жизни Сары, что у Сары действительно, Сары действительно, во-первых, у нее была жизнь, и она таки жила, а не отжила. Она не умерла раньше времени ни в коем случае, наоборот, Всевышний отодвинул испытание Авраама, чтобы Сара не умерла в 127 лет. И испытание Авраама было не сожалеть, никогда не сожалеть, если бы что-то хорошее сделало. Если бы сделало, не про нас, если кто-то сделал что-то плохое, да, надо сожалеть, что плохое сделал, но если он ничего плохого не сделал, или особенно если он сделал кому-то помог и сделал что-то хорошее, сатма, ребе, когда он узнал, что у человека жена никогда не болела, наоборот, он обрадовался, и когда человек, ребе Тилл, подписал, потому что пришлось платить, он не сожалел, он сделал митцу. Мы не закрываем наш магазин. потом мы учили с вами на примере Алиезера, что когда бы, сколько бы вам не было уверенности, что все будет хорошо, да, конечно, всегда надо помолиться мы должны не пользоваться своими заслугами, а молиться именно милость, простить у Всевышнего, чтобы он нам дал о своей милости, что, кстати, приводится одно из мест, где особенно надо молиться, это когда люди ищут себе супруга, если слава богу, кто-то уже замуж, женат если у кого-то есть дети, внуки всегда надо молиться, чтобы все было хорошо мы обсудили, что Ривка он ее встретил у колодца, потому что человек должен себя вести, неважно, где он находится, он находится в синагоге, он у колодца или он отдыхает, всегда надо вести себя, как будто знамя следят и в конце мы упомянули, что наша религия, есть люди, которые на нее смотрят, как на скандалы а есть люди, которые на это смотрят как на браслет, на драгоценные браслеты мы должны гордиться и радоваться и дай богу, что мы с вами продолжали радоваться и чтобы у нас было очень много приятных и хороших встреч, всего хорошего